Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Кто в первый раз зашел ко мне на страничку, мойник наиванила-марей пишется с тремя буквами L и без пробела. Сегодня мы с вами поговорим о моей коллекции парфюмов. Достаточно запрашиваемое видео, популярный тег на YouTube. У меня давно уже висит это прям в запросах на моем канале, много девчонок просила рассказать о парфюмерной коллекции. Но я, честно говоря, не отношу себя к парфюмерным блогерам, вообще не дай бог. Это не моя стезя, скажем так. Во-вторых, я действительно очень плохо описываю ароматы. Мой максимум это знать примерно какие там ноты. Даже не ноты какие конкретно, а там цветочные, древесные, амбровые или там восточные. Вот на таком уровне, понимать, сладкий, свежий, соленый или, допустим, терпкий. Какой аромат, с горчинкой или без. Какие у меня эмоции и впечатления вызывают. Какие у меня эмоции и впечатления вызывает данный аромат. Все, это вот просто мой потолок. Больше я не могу об ароматах никогда ничего рассказать. Единственное, в чем мне везет конкретно на моем канале, что многие девчонки, которые смотрят меня, у нас с ними так получилось, что совпадает парфюмерный вкус. Поэтому частенько пишут, что да, Маша, классный аромат. Я сходила, посмотрела по твоему описанию и купила. Бывает такое, но я считаю, что это чистое совпадение. Но так как давно уже у меня есть этот запрос, так как среди моих парфюмов сейчас очень много моих любимцев, очень много парфюмов, которые действительно характеризуют в чем-то меня. Поэтому я решила наконец-таки снять это видео. Извините за долгое приветствие. Если вам интересна моя парфюмерная коллекция, если вам интересны, какие именно ароматы мне нравятся, то оставайтесь со мной, желаю приятного просмотра. И первый парфюм, о котором я расскажу вам сегодня и последний в моей коллекции, который я приобрела последним, это аромат от Givenchy из линейки Dalia Diva. Это именно версия Le Nectar de Parfum. Я обожаю эту версию, хотя изначально я первую услышала версию классическую парфюмерную воду. Но в итоге, так как я выбирала парфюм на зиму, я приобрела именно данную версию. Здесь, конечно, безумно красивый, шикарный флакон. И он очень хорошо подходит именно своему настроению парфюма. Потому что парфюм относится к восточным цветочным ароматам. Упущен он в 2016 году. Парфюм на самом деле очень красивый. И я не думала до этого парфюма, что у меня когда-нибудь будет аромат с розой. Я не так люблю ноту розы. Но здесь она настолько красивая, настолько завуалированная, что мне безумно-безумно нравится этот аромат. И самое главное, мне нравится его женственность, мне нравится его теплота, мне нравится его элегантность, стильность. И при этом он настолько искрящийся, настолько жизнерадостный. И это аромат для меня нового года 2017. Я настолько ждала этот Новый год, что этот парфюм просто идеально подписался в торжество, в все происходящее уже в 2017 году. Мне этот парфюм безумно-безумно нравится, потому что он действительно как-то делает мои будни ярче, веселее, позитивнее. И при этом он очень красивый, очень женственный, и мне он, конечно, очень любит. Это один из тех парфюмов, которые придают настроение. То есть у меня вот все парфюмы в моей коллекции, почему я, наверное, их выбирала, это парфюмы, которые дают мне определенное настроение, настраивают меня на волну какую-то конкретную. Это как раз таки это парфюм, который дает мне жизненные силы, который дает мне заряд какой-то очень позитивной, очень сильной энергии, которая заставляет меня двигаться вперед. Поэтому если вы ищете яркий, красивый, элегантный, женственный аромат, он сладковатый. Естественно, он такой вот достаточно пудрово-сладкий. Если вы ищете истинно женский аромат, то попробуйте приглядеться именно к данному парфюму. Кстати говоря, я все свои парфюмы храню в коробках. То есть у меня есть такая дурная или не очень привычка хранить все в коробках, потому что, во-первых, у меня есть сезонные ароматы, которые я убираю, допустим, на лето или я убираю на зиму. Во-вторых, мне кажется, когда хранишь в коробке, меньше шансов, что попадет свет, меньше, точнее, попадает свет в любом случае. И так парфюм сохранится дольше. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, какое мнение у вас на этот счет, как вы храните свою парфюмерную коллекцию. Следующий мой любимый зимний аромат – это Black Opium от Eves Saint Laurent. Тоже относительно недавно появился в моей коллекции. Он появился у меня прошлой зимой. Мне этот парфюм также безумно нравится. Он тоже очень вкусный, очень сладкий, гурманский. Мне этот опиум нравится его именно сладостью. Здесь очень вкусный кофейно-сливочный аккорд. Мне вот прям настолько это греет душу зимой. На самом деле аромат чисто зимний. Он дает именно вот это ощущение уюта, какой-то кондитерской продукции, кофе, вот этих всех зимних ароматов, которые действительно согревают в холодные. Вчера мне этот парфюм очень нравится именно этим. Он такой вот очень уютный, согревающий. Но при этом в нем есть какая-то вот такая чертовщинка, если можно так назвать. За счет чего я все-таки не согласна со всеми любителями классического опиума, которые считают, что это прям насмешка над классическим ароматом. Я считаю, что такая вариация на тему в современном мире почему бы и нет. То есть я слышу базу опиума у меня маму, которая как раз таки, которая является фанатом опиума. У нее тоже, когда я показала первый раз на блотере этот аромат, она сказала, что это опиум, очень похоже на опиум, только очень сладко. Я говорю, мама, это опиум, новый black opium. Он говорит, да, только очень-очень сладко. И действительно, если вы любите сладость, если вы любите шоколад, если вы любите пирожные, если вы любите кофе, то вам этот аромат очень понравится, очень придется по душе, потому что это действительно очень уютный, очень сладкий аромат на зиму. Поэтому я вам тоже советую его, если вы ищете сейчас парфюм на зиму. Также мне очень нравится в этом парфюме, что он очень многогранный, и в течение дня он меняется. И после первых вот таких очень сладких нот, где-то к середине дня у меня появляются вот эти самые белые цветы. Мне безумно-безумно нравится сидеть на работе, ощущать после обеда как раз таки запах этих белых цветов. Он как-то так освежает очень. Далее перейдем плавно к весне. Следующий мой аромат именно такой для меня олицетворяется с весной. Это Gucci Premier. Это, наверное, единственная причина, почему я люблю весну. Это то, что руки прям тянутся к этому парфюму, который я безумно-безумно люблю. Это именно... Данный аромат относится уже к цветочным, древесным, мускусным ароматам. И здесь явно сразу же прослеживается нота белых цветов. И мне, конечно, безумно нравится аромат. Он свежесладкий для меня. Он свежесладкий, такой цветочный. И при этом в нем есть такая вот потрясающая корчинка. Это ничем не передаваемый. То есть аромат на самом деле настолько олицетворяет весну в Санкт-Петербурге, Я второго такого аромата не знаю, потому что действительно это вот то самое солнце, которое пригревает, которое уже печет, но тут же дует ветер, и вся картина уже меняется. Это вот тот самый дождь холодный, и тут же самое солнце. И вот эта вот вся переменчивая многогранная погода, вот все есть в этом парфюме. Поэтому для меня это действительно единственная причина, почему я люблю весну. Это парфюм Gucci Premier. Он потрясный, он действительно очень классный, и как раз таки этот парфюм нравился всем моим молодым людям. Все они прям тащились именно от этого парфюма, потому что он просто какой-то непередаваемый. Даже для меня, я до сих пор не понимаю магию, почему именно этот парфюм мне настолько нравится. То есть я поклонница тяжелых, сладких, восточных ароматов. То есть вот самая моя тема, это, наверное, опиум, шалемар, куко-нуар. Это вот типично мои ароматы. Почему мне нравится вот это цветочное создание, я вообще не понимаю. Но уже не первый год, ровно вот с года, когда он вышел с 2012, я от него фанатею. Мне он безумно нравится. И я никак не представляю свою весну без этого парфюма. Следующий парфюм уже плавно переносит меня в лето. Соответственно, и вас в моем рассказе. Это «Ангел и демон» от Givenchy. Это именно круизная коллекция 2014 года. «Лимитка». Аромат потрясающий, потому что вот насколько я не люблю... Точнее, меня не... не то, что я не люблю, меня не цепляют «Ангел и демон» классические. Настолько меня цепляет именно данная версия парфюма. Он потрясающий. Это что-то вообще нереальное. Потому что здесь тоже основа... Это белые цветы и цитрусовые. Но вот эта нота тиары... Это просто что-то нереальное. Потому что парфюм сразу переносит в какие-то тропики. Сразу заставляет думать об отпуске, о загаре, о белом песке, о белой белоснежной одежде, белоснежной яхте, о море, о вот этих всех запахах. И настолько потрясающий, очень действительно такой сильный парфюм, который устраивает также на вот эту вот волну отдыха, лета, всего вот такого, который уносит просто мысли далеко от работы, далеко от каких-то забот. И парфюм просто шикарный. И я на самом деле очень жду от Givenchy подарков, возможно, в этом году или в следующем, что они наконец-таки перевыпустят еще раз данный парфюм, потому что он нереальный. Безумно вкусный. И действительно тоже такой вот прям сильный аромат. И просто с этим ароматом очень много спрашивают в метро, на улице, девушка, что у вас за парфюм. Следующий мой летний парфюм, действительно, да, это летний, это версия Chalimar Souffle, сахарный парфюм. Купила в прошлом году, как только вышла в Россию эта версия. Да, это летний парфюм для меня. То есть вы понимаете, насколько я человек бесстрашный ходить с Chalimar в летом. Но именно эта версия мне безумно нравится тем, что она очень похожа на предыдущий парфюм. Но она более горькая, более восточная. То есть это не классический Chalimar, он очень мягкий, он очень нежный. Такой невесомый по сравнению с классикой, по сравнению с парфюмом Nisial, который я нашу осенью. Но при этом в нем есть вот это вот неподражаемое ощущение, что ты находишься в каком-то райском саду. Здесь брызги фонтана, запах каких-то необычных цветов и просто непередаваемая вот эта атмосфера. Лето, солнце. Я на самом деле советую этот парфюм всегда тем, кто Chalimar классический вот хочется и не мое совсем. Или парфюм Nisial, кому вот это все тяжело, попробуйте этот вариант. Если вот прям хочется прикоснуться к классике дома Герлен, но все-таки классика для вас тяжеловата, попробуйте именно эту версию. Потому что даже я на фрагнатике посмотрела, очень многим, для кого тяжеловаты версии классические и парфюм Nisial, все, что до этого выпущено в линейке. Но очень многим нравится именно вот эта версия за счет вот этой легкости и невесомости. Потрясающий необычный аромат. Он действительно как какая-то очень дорогая ткань соткан из тонких-тонких-тонких нитей, нот. И он непередаваемый, необычный очень аромат. И я его ношу на лето. Я брызгаю в основном на волосы сзади или на запястья. И никогда парфюмы в принципе летом не брызгаю куда-то вот сюда, чтобы мой собеседник прям насладился по полной ароматам. И что я все-таки считаю, что людей надо беречь. Особенно в 30 градусную жару и особенно если все-таки вам нужно будет что-то о них потом. Потому что если они у вас умрут тут же при заключении договора или отдавая вам документы, или их там хватит кондрашка где-нибудь рядом с вами в метро, это большая ответственность. Поэтому, девчонки, что бы вы не использовали лето, особенно это касается именно жарких регионов. Потому что у нас лето в Санкт-Петербурге в принципе бывает один раз в год, это один день, и обычно это рабочий день. Но, девчонки, действительно, если вы пользуетесь, особенно если вы пользуетесь какими-то серьезными насыщенными ароматами, то в жару лучше не увлекаться, лучше максимально этот аромат убрать именно от лица, где люди действительно этот аромат могут почувствовать по полной. Лучше куда-то вниз. Мне подсказал один из парфюмеров, точнее, парфюмер-консультант в магазине Литуаль. Когда еще Литуаль не превратился в то, что это есть сейчас, она сказала, что можно по краю юбки, особенно если юбка какая-то валанами, можно нанести аромат туда, и эффект будет феерический. Пользуйтесь советами. Кстати говоря, надо попробовать нанести данный парфюмер, мне кажется, будет круто. Следующий шалемар в нашей коллекции, это версия парфюмер-консультант. Литуаль типичный, восточный, тяжелый, но безумно вкусный, безумно магический аромат. Он нереальный. Я именно люблю парфюмер-консультант, потому что я считаю, что классика это все-таки для меня еще пока слишком серьезно. Мне 23 года, и с классическим, наверное, ароматом шалемар я буду чувствовать себя некомфортно. Все-таки это более статусный аромат, поэтому парфюмер-консультант это как раз-таки моя тема. Я люблю этот аромат, начиная с осени, заканчивая зимой. Мне очень нравится этот аромат и в первые осенние дни, и мне это нравится аромат на меха. Он шикарный. Это просто фантастика. Он дает мне ощущение, что я королева. Я зашла в помещение, все сразу понимают, что я зашла. Есть даже такая у нас тема была в магистратуре. У меня подруга знала, что у меня именно этот парфюм. Она сразу же поняла, когда я осенью еще ходила. И она рассказывает, что она спиной ко входу сидела в конце аудитории. И она уже в тот момент, когда я появилась в аудитории, она по аромату, распространяющемуся по аудитории, поняла, что где-то я уже рядом. Очень многие говорят, что ассоциируют именно данный парфюм со мной, с моей личностью. И мне это безумно льстит, потому что парфюм действительно шикарный. Очень красивый, очень жестственный, очень густой, насыщенный, тягучий. Но с этим парфюмом вообще перебарщивать нельзя даже зимой. Даже в самые лютые морозы не надо. Это вот тот самый парфюм, который любит умеренность, тонкость. И как раз когда его очень мало, он играет прям вот фантастически. Классный аромат. Мне он тоже очень безумно нравится. И прям вот самый, наверное, любимый аромат. Я за ним поехала в Финляндию, чтобы вы понимали. Когда его в России было не найти, когда его перестали привозить в Россию, я поняла, что у меня заканчивается. Я подняла на уши всех, что мне нужно привезти этот аромат из Европы. Это вот настолько я его люблю. При всей моей любви к нему хватает на него на несколько лет. Поэтому я думаю, что за следующим флакончиком я поеду еще через пару-тройку лет. Последний аромат на сегодня. Мой такой межсезонный аромат на вечер. Я обожаю этот парфюм. Я никогда его не использую днем. Но я никогда его не использую куда-то на какие-то такие мероприятия. То есть, куда я бегу, допустим, с работы, я это использую только на вечер, прямо на вечер. Куда-нибудь в ресторан, в хорошей действительно компании. Куда-нибудь на концерт, куда я иду, именно когда я долго готовлюсь. Это вот тот самый случай, когда нужно настроиться, когда нужно выглядеть прям сногсшибательно на все 150%. Этот парфюм, он у меня прям вот... Это вишенка на торсе, обычно, в моем образе. И это очень крутой, очень взрослый парфюм. Очень густой тоже, тягучий. Аромат, как ни странно, на фрагнатике относится к цветочным, древесным, мускусным. Но в нем настолько много вот этой вот тягучести, густоты, именно вот присущей восточным ароматам. Что я бы лично отнесла, наверное, все-таки к таким вот более тяжелым ароматам. Но он потрясающий. Он потрясающий, он очень пряный. Он очень такой вкусный. Именно вкусный. И действительно, к платью в пол, к каблукам этот парфюм идет вообще идеально. Это лучший парфюм, который для меня на данный момент существует для выхода на вечер. Он просто идеальный. Я с этим парфюмом чувствую себя просто как на красной дорожке. И он взрослый. Да, это, наверное, из всех. Даже Шалемар. Все парфюмы, которые я показала вам ранее, можно там худо-бедно как-то сказать, что да, девушка в 20 лет может этим пользоваться. 20 с небольшим. Но вот как раз этот парфюм, это самый спорный. И его, мне кажется, не выбирают девушки в моем возрасте. Но я его для себя... Я его попросила на день за рождение, когда мне исполнялось 20 лет. И я считаю, это вот... На тот момент это был очень правильный выбор. Мне вот именно, мне кажется, этот парфюм действительно во многих ситуациях он помогал мне чувствовать себя более уверенно. И я его очень люблю. Вот именно на выход, на вечер, когда нужно нести себя с высоко поднятой головой. Этот парфюм это то, что надо. Поэтому тоже очень советую присмотреться. Пуко-нуар, классика в какой-то степени. Он очень отличается. Вот на мой вкус он очень отличается от всех вариаций на тему куко-мун-муазель. У меня с ними не сложилось. У меня единственное парфюм, с которым сложилось, это было куко-нуар. И это все на сегодня. Это была вся моя парфюмерная коллекция. Я вам постаралась рассказать... Ну, как могу. Как смогла, насколько я смогла рассказать. Я постаралась сделать все возможное, чтобы вам стало интересно, что это за ароматы. Чтобы вам захотелось их послушать в магазине. Чтобы вам стало немного более понятно, какой я человек, какие я ароматы для себя выбираю. Поэтому все. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно напишите мне в комментариях, какие из ароматов, которые я вам показала из моей коллекции, есть у вас. Какие ароматы знакомы вам, какие из них вы слушали, какое у вас о них мнение. И все. Всех вас люблю. Целую. До скорых встреч в следующих видео. Пока-пока.